Продолжение следует... Меня зовут Минеев Иван Александрович, я являюсь ведущим художником-педагогом студии живописи Возрождения. И сегодня я вам покажу очень интересный пейзаж деревенский. Мы будем писать деревню и озеро с отражением. И я вам покажу, как написать деревенский пейзаж с отражением в воде. И мастихинами. Смотрим внимательно, запоминаем и учимся. Конечно, в первую очередь у вас должны быть мастихины. Сейчас я продемонстрирую. То есть это мастихин остроконечный, дальше круглый. Может быть, вот этот мастихин очень хорошо прокладывает большие участки. Можно создавать имприматуру, то есть немножко цветной фон. И также обычно знакомый такой мастихин, рыбка. Итак, на палитре я выдавил все необходимые цвета. Это белило, желтый, кадми желтый, зеленый, голубой цвет, так как у нас такое голубенькое небо. И, в общем-то, сейчас мы попытаемся приступить к работе. Итак, вот так вот я немножко буду вам показывать палитру. Может быть, настрою так, чтобы видно было. Итак, в первую очередь мы берем мастихин. Обязательно должна быть тряпочка в руке, чтобы часто вытирать с палитры краску. И берем белило, вот, и вот таким образом прогрунтовываем. То есть, буквально разравниваем красочку, как бы втираем. Вот. Для чего это делается? Для того, чтобы вы в дальнейшем смогли в этот грунт внести дополнительные цвета. Вот таким вот, как бы, движениями, посмотрите внимательно, да, мы, как бы, втираем цвет. Вообще, работать с мастихином достаточно интересно. И художники очень многие работают только в этой технике. Кисти не используют. Итак, прошлись немножко белилами. И чуть-чуть добавляем в цвет фона небольшой пигмент. То есть, можно чуть-чуть синьки добавить. Вот, синего, да. Вот, немножко небо голубое. Вот, и, посмотрите внимательно, вот так, широкими мазками буквально мы, вот, как бы, втираем, да, в этот уже созданный красочный слой цвета. Чуть-чуть, вот, я хочу розовый добавить, смешать с синим. Вот. Такой вот чуть-чуть фиолетовый цвет появляется. Вот, чуть-чуть, опять же, розовый. Вот. Когда пишите мастихином, то старайтесь, чтобы у вас, ну, движения были достаточно такие интересные, то есть широкие. Вот, чуть-чуть белила добавляем фиолетовый цвет. Тщательно размешиваем. Немножко голубой. И на палитре очень хорошо, ну, размешивать нужно. Вот. И уже более такие точные мазки цвета проложить. Вот. Чуть-чуть можно желтый. Опять же, перемешали. И снова положили цвет. Старайтесь уже по вот этому месту уже не трогать, да, то есть положили и достаточно. Если где-то много краски, всегда можно вот мастихином снять и нанести другой красочный слой. Итак, вот я проложил красочный слой мастихином. И можно вот таким образом чуть-чуть вот рукой прямо немножко списать, вот, похулиганить. Немножко придерживая холст. Для чего это делается? Для того, что дальний фон у нас с вами достаточно такой вот списанный, да. Может быть, мы его и заденем еще тучи, да, попишем. Но в начале, конечно, нужно все же больше уделить внимание там переднему плану. Задний план пусть очень у нас легкий такой, очень приятный, да, будет глазу. Вот мы вот так вот аккуратно списываем. Можно это тряпочкой сделать или, в общем-то, рукой, кому как удобно, да. Вот я сейчас загладил такое вот сложное состояние неба. Можно немножко чуть-чуть сейчас голубенького добавить, да, цвета. Смотрим, то есть чуть-чуть берем голубой цвет, добавляем желтый, перемешиваем. Где-то просвечивает у нас такое вот небольшое такое голубое небо. И вот такими мазочками аккуратно мы начинаем немножко где-то убирать, где-то списывать. Можно чуть-чуть где-то провести. Можно поменять мастихин. Вот, и чуть-чуть мы сейчас добавим голубой небосвод. Опять же, движения мастихинов у вас должны быть легкие. Раз, линия. Здесь мы создадим небольшое такое состояние цельности. То есть, где-то чуть-чуть, у нас только чуть-чуть потемнее. Можно взять ультрамарин и чуть-чуть фиолетовый цвет. С друг с другом их смешать, и получится замечательный такой вот чуть-чуть холодный цвет. Во! Списываем дальше. В небе очень разные такие тонкие состояния цветовой палитры. И это и есть хорошо. Вот, я считаю, что в принципе уже достаточно. Можно немножко голубой цвет чуть-чуть вот полегче сделать. То есть, немножко взять еще откуда-то и вот немножко так вот списать. Вот. Мы еще с вами вернемся к небу. И сейчас я попрошу вас сосредоточить внимание на уже состояние земли. Берем желтый цвет, где-то смешанный с коричневым. Вот он. И посмотрите внимательно вот таким движением, вот буквально вот так вот, раз, мы прокладываем. Во! Чуть-чуть желтый. Старайтесь вот как бы мастихин накладывать по форме, да? Чуть-чуть белило, желтый. И уводим, уводим часть. Сейчас нам нужно правильно наметить землю, да? Правильно ее показать. Опять же, желтый берем, чуть-чуть зеленый. Вот. При том, что вот сверху земля более светлая, но по отношению к небу она, конечно же, темная. И я сделаю так, что гора у меня чуть-чуть вверх будет возвышаться, да? Вот. И немножко на нет спадать, да? То есть, вот именно такое состояние красивое поймать. Чуть-чуть зеленый. Ну, посмотрите, вот зеленый уже можно... А здесь у нас озеро будет. Можно сразу же вот так вот рисунок отчертить. Вот. Берем зеленую краску и отсюда уже мазочек направляем. Вот так вот. Во! Там очень активно желтый цвет, зеленый цвет. То есть, все это мы на палитре, опять же, перемешиваем вот так вот такими движениями и аккуратно отсюда направляем. Цвета старайтесь чище брать, вот, звонче. Вот. Вот. Кверху уже цвет немного такой вот... Такой прямо желтый-желтый, буквально, как бы выбеленный. Чуть-чуть оранжевый можно дать. Вот. И цвет желтизны. Вот такой вот сложный цвет. И мы его сейчас, опять же, немножко вот к верху здесь протащим. Вот постарайтесь тоже пронаблюдать, как меняется цвет на самой горе, да, и уже вот мастихином проложить оттенки цвета, те, которые нам нужны. Вот здесь я вижу оранжевый активно. Цвет можно чуть-чуть добавить охры. Опять же, цвет желтый, очень красивый здесь на лугу. При том, что мазки старайтесь разные стороны накладывать. Чем интереснее у вас фактура, тем это и привлекает, да, людей. Итак, сейчас мы закончили небольшой участок. Кверху мы еще сейчас с вами приступим. И я предлагаю закрытие низ, да, опять же, берем чуть-чуть синий цвет, чуть-чуть, голубой вернее. Добавляем ультрамарин, чуть-чуть фиолетовый цвет. И буквально, опять же, вот такими мазочками мы прокладываем холодный цвет, да. Опять же, постарайтесь, чтобы ваши движения были очень такие плавные, естественные, вот. И сейчас вот мы буквально закрываем вот какие-то пространства, да. Вот. Чуть-чуть вот можно фиолетовый добавить. Подчеркиваем. Вот. Постарайтесь писать цветом, да, чтобы оттенки цвета у вас были очень такие сложные, интересные. Обязательно вытираем кисть, снова где-то желтый цвет берем, вот активно я вижу, сюда можно заложить. Здесь, кстати, очень у нас интересно будет вот сыграть на фактуре, вот такой вот необычной. Вот, и прямо постарайтесь каждый раз новый цвет смешивать, где-то даже со сложными оттенками цвета, да. И вот такие мазочки мы цвета прокладываем. Тщательно размешиваем. Таким движением, да, разворачиваем. Где-то тут и фиолетовые цвета есть. Вот чем интересно писать мастихинам, тем, что можно вплавлять разные оттенки цвета, которые, в общем-то, будут присутствовать в пейзаже. Вот. Здесь я наблюдаю очень интересное такое состояние, вот отражается и земля, и, в общем-то, то есть, это все можно добавить, все можно включить сейчас. Вот. Тоже такие очень сложные оттенки цвета, коричневые, желтые. Все это мы включаем в цвет. Конечно, я бы рекомендовал сейчас больше затратить на состояние именно неба, да, которое отражается в воде. Здесь же мазки цвета не обязательно класть вот так, можно и вертикально. Можно даже вот так вот списать, да, чтобы полностью нас интересует только лишь пока состояние неба в отражении по отношению к воде. Вот, посмотрите, вот так вот. Мы видим, что небо светлее, вода чуть-чуть холоднее или темнее. Вот так вот мы мастихином аккуратно списываем. Можно включить туда и фиолетовые оттенки чуть-чуть. Постарайтесь ничего не бояться, потому что сейчас мы только лишь закладываем вот такие вот интересные элементы, то есть массы, да, отношение гора, да, поверхность по отношению к земле. Можно мазки мастихина чередовать, да, горизонтально делать. Ну вот, достиг нужного результата. Вот, и теперь, сейчас мы следующий элемент делаем. Воду мы еще попишем, отражение вот в воде. Сейчас меня интересует дальний план деревьев, да, которые мы видим и наблюдаем на поверхности. Здесь можно взять где-то вот мастихин рыбка, да, то есть вот прокладывать будем сейчас лес. Я вижу, что где-то вот здесь вот уходящий. И берем аккуратненько с палитры счищаем зеленый цвет. Вот, чуть-чуть, и буквально вот движением сюда. Старайтесь здесь не спешить, где-то можно добавить голубенький цвет, вот, зеленый. То есть немножко пописать вот этот зеленый небольшой вот холмик. Вот он туда уходит у нас, да, далеко. Вот, и это хорошо. Вот, можно чуть-чуть вот подправить, да, характер, да, немножко подчеркнуть. То есть где-то вот мазочек, где-то лес у нас чуть-чуть повыше, да, находится. Вот так вот, раз, а где-то пониже. Вот. Где-то можно показать вот чуть-чуть оранжевым цветом и чуть-чуть красный. Вот, я вижу, вот очень красиво прям горит чуть-чуть какая-то вот небольшая там дорога, да, вот такая, немножко таким даже ярким оранжевым с красным, да, цветом. И немножко, чуть-чуть выбелить. Вот, буквально где-то вот так вот подчеркнуть. Вот. Дальше, здесь сейчас нужно внести дополнительный рисунок, где у нас будет стоять по отношению, значит, здесь у нас будет стоять избушка. Вот, можно, кстати, опять же взять небольшой размер мастихина, вот такой вот, и буквально наметить сам рисунок. Как намечается рисунок мастихином, посмотрите внимательно. То есть берем чуть-чуть цвет, да, можно, кстати, синий цвет взять или фиолетовый, вот, и аккуратно, не спеша. Да, буквально раз, вот так вот, чуть-чуть прикладываем здесь. Вот, и намечаю крышу, которая, кстати, провалилась. Вот, немножко вот здесь вот выглядывает очень интересно. Вот, дальше. Дальше, затем, чуть-чуть выше, следующий угол. Вот так вот показываем. Вот, конечно, лучше наметить, как говорится, рисунок, потому что, если его не сделать, можно, конечно, ну, сбить, да, сам характер избы. Вот, ну, вот, чуть-чуть я вот вижу, немножко повыше рисунок. Вот, раз движение сюда, вот, и затем сюда, вот. Ну, что одна избушка у нас выше, другая ниже. Вот, затем здесь мы чуть-чуть вниз уходим, вот, по перспективе и сюда. Так, вот, здесь у нас часть будет дома, веранды. Итак, здесь нужно не спешить, аккуратненько, значит, берем и начинаем закладывать массы, да, массы именно самих строений, да. Обращаю ваше внимание, это темные массы, да, их нужно точно заложить, вот. Итак, поехали. Берем темный цвет, чуть-чуть синий смешиваем с фиолетовым, очень красивый цвет. И буквально вот, раз приложили сюда, отвели чуть-чуть, опять же, фиолетовый синий. Вот, буквально подчеркнули. Дальше мы, следующий дом, следующий треугольник. Ну, конечно, когда вы прокладываете такие массы, нужно тоже учитывать и пятновое, да, восприятие самих цветов. То есть, где-то включите фиолетовый, где-то и голубой, да, чтобы создать очень интересную текстуру. Вот, когда вы прокладываете, обратите внимание, с одной стороны у нас краска, чтобы движение уже сделать вот таким вот образом. Раз сюда поставили и вниз. Старайтесь не по многу раз проводить, а один раз, да, поставили и все, достаточно. Развернули сюда движение. И, как бы, движение на угол, да, списывается, тень. Когда вы пишете вообще красками, старайтесь цельно брать пятна, да, не дробить их, да, а стараться немножко цельно. Посмотрите, как разворачивается мастихин, да. Вот мы пятно заложили. Следующее пятно у нас будет уже другого характера. Итак, берем фиолетовый чуть-чуть, намешиваем цвет. И вот я вижу буквально вот отсюда, да, интересная вот такая вот масса, да, полуфиолетовая, полу, такая вот, сюда мазочек, сюда, синяя, буквально такая синяя, холодная, теневая. Вот. Вот такой забор. Здесь же, опять же, вот, есть у нас и светлые цвета, опять же, счищаем на кончик, да, мастихина. И буквально, опять же, движение вот отсюда сюда, да, вот. Где-то можно рыжий добавить цвет, где-то оранжевый, где-то, опять же, светлый, при том, что он холодный, но при том, что он светлый. Вот, посмотрите, как интересно вот здесь вот раз приложили, и вот такая вот очень интересная масса получилась. Опять же, счищаем, чуть-чуть на кончик берем, вот, и отсюда, сюда немножко прикладываем. Вот, буквально чуть-чуть. Затем берем следующий оттенок цвета, крышу прокладываем. Здесь у нас крыша немножко красная, чуть-чуть добавляем фиолетовый цвет. Вот, можно. Можно даже очень красную взять, чуть-чуть оранжевый добавить цвет. О, красивый цвет. Постоянно старайтесь, чтобы ваши мазки были разнообразные. Опять же, разворачиваем здесь мастихин. Здесь развернули мастихин и сверху вниз. Вот, можно даже взять такой вот более активный красный, потому что он такой хорошо, буквально, читается, да. Вот, и мы его сейчас немножко присоберем. Вот у нас создалась крыша. Вот, теперь следующее. Есть очень мелкие детали. Для этого иногда понадобятся маленькие, да, движения характера, да. Вот, но чуть-чуть попозже мы вот эту крышу напишем. Сейчас мы будем закладывать цвет дома. Для этого, опять же, мы берем... Итак, продолжаем. Берем, ну вот, не всегда бывает удобно мастихинам закладывать землю. В общем-то, можно воспользоваться широкой кистью для того, чтобы заложить саму листву. Для этого вот таким образом чуть-чуть ее полусухой, не надо ее в разбавитель пускать, а чуть-чуть вот так вот раз взяли и немножко вот как будто мы прикладываем. Посмотрите, какая очень интересная фактура, да, получается. Вот мы ее вытягиваем. Вот такая полусухая кисть, вот, можно чуть-чуть там голубой добавить цвет, вот, и мы аккуратно здесь вот буквально вот закладываем. При том, что не нужно ни в коем случае размазывать, пусть у нас работа будет состоять из разных таких вот текстур. Это интересно. Вот. Где-то чуть-чуть и уже может быть и желтый пойти. Можно взять вот так кисти и сделать вот такие вот буквально, вот как будто крону вот так вот присобрать. И как интересно получается. Много не нужно, вот достаточно чуть-чуть буквально. Вот здесь она красиво соединяется. Следующими деревами можно, в принципе, силуэт увести. Вот. 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 И здесь можно немножко, чуть-чуть зелень понасыщеннее сделать. Потемнее. Старайтесь вот ту массу, которую вы получили, ни в коем случае не задавливать, да, потому что вот где-то там дальний можно лес показать, да, небольшую такую плановость. Здесь вот чем ближе к деревьям, тем больше такой вот холодный цвет входит. И вот буквально где-то кончиком кисти или ребром кисти мы буквально еще вот доводим массу. Пусть ваша масса деревьев будет очень такие легкие, воздушные. вот присоберем их, чтобы они были у нас поцельнее. С одной стороны вот у нас свет, а с другой стороны тень. вот там виднеется еще одно дерево, вот мы его чуть-чуть вот я понадавливаю и немножко потемнее где-то вот участки проложу. Вот буквально вот такой вот живая такая крона. Где-то среди них можно дать там поляну, чуть-чуть показать, да, что она где-то вот у нас цветет. Где-то вот тень проложить, вот. При том, что старайтесь не передавливать, пусть у вас, ну, цвет будет очень легкий, воздушный. Вот, все это для того, чтобы создавалось такое приятное летнее сказочное настроение. Вот я постараюсь немножко чуть-чуть сейчас еще вот эту вот массу проложить немножко здесь ниже. Вот, вот так вот. вот буквально и туда мы списываем. Все. Вот, среди деревьев можно показать где-то вот и ствол, то есть, опять же, на кончик взяли где-то чуть-чуть вот подчеркнули буквально вот, ну, дали зрителю понять, что это, в общем-то, дерево, да, продолжение дерева. Где-то взяли, чуть-чуть перекрыли. Обратите внимание, что я очень легко вот создаю именно вот все вот те дальние планы, которые мы видим, да, в пейзаже. Почему? Потому что это все на дальнем плане находится. Благодаря этому дальнему плану передний план будет уже более насыщенный, более контрастный. Ну, вот еще немножко вот здесь крону приберу. вот, ну, вот сейчас меня, в принципе, устраивает. Следующий элемент, да, можно, кстати, еще немножко потемнее сделать. Я сейчас вижу, вот здесь очень такая темная граница и к свету идет. Вот мы ее как раз сейчас и чуть-чуть заложим. Вот. Ну, чуть-чуть. А здесь дадим, опять же, чуть-чуть где-то вот теплый, да, цвет. Светлый. Вот где-то лук у нас и где-то вот там он вышел чуть-чуть. Вот. вот это вот такой вот теневую сторону вот покажем до дерева вот посмотрите как красиво вписалась вот и где-то вот увели теперь следующее показываем забор немножко он такого вот фиолетового цвета берем белила опять же посмотрите чтоб мастихин у вас был чистый чуть-чуть я беру розовый цвет и немножко добавляя фиолетовый цвет перемешиваю смотрите вот такой цвет очень красивый получился фиолетовый опять же с мастихина убираю берем на краешек да посмотрите вот внимательно вот и создаем сейчас забор буквально вот надавили и провели вот и увели где-то чуть-чуть можно посветлее сделать забор то есть местами раз положить до чтобы он не был одинаковым да то здесь тоже обменяйте подходы разнообразную где-то светлее забор да там вот чуть-чуть да мы можем дать и вот здесь вот я хочу нарисовать очень маленький такой домик в общем-то у воды до домику воды для этого я беру немножко цвет здесь чуть-чуть задаю крышу он буквально вот так вот может быть это банька или еще что-то да вот опять же задаем теневую часть теневую часть домика чуть-чуть вот фиолетовый цвет вот проложили и немножко я возьму опять же фиолетовый цвет чуть-чуть списываем и даем движение снизу разворачиваем немножко задаем опять же движение таких досок да и опять же мастихины разворачиваем чуть-чуть задаем вот как раз очень хорошо красиво вписывается здесь вот такой очень красивый интересный мотив баньки итак здесь на переднем плане мы тоже чуть-чуть сейчас поиграемся с цветом то есть где-то какие-то может быть вот движение интересные показатели листовые травы вот на переднем плане все это вот тут сейчас можно этим немножко заняться до такой вот небольшой прорисовкой опять же может быть не сколько увлекаться сколько вот немножко создать хотя бы игру света и теней где-то более темная где-то светлая да и как интересно красочно у нас здесь все тут вписалась да вот сейчас можно немножко как раз таки чуть-чуть дать возможность пописать облака рекомендую не мастихийно может быть чуть-чуть буквально вот вышли облака чуть-чуть где-то может быть пальчиком чуть-чуть вот буквально вписать писать где-то вот здесь вот и выглядывая да чуть-чуть вот буквально вот немножко чуть-чуть вот пальчиком дать вот можно даже вот так вот чуть-чуть по хулигане да то есть вот где-то вот как мастихийном да чуть-чуть пройтись пописать раз движение сюда сюда немножко да то есть вот как раз вот это дает возможности и не отходить далеко от этой техники а приз ее такое вот присутствие до ощущать где-то вот на дальнем плане да мы видим чуть-чуть вот можно чуть-чуть оранжевый дать где-то вот списать да то есть чтобы вот небо у вас такое живое было вот где-то вот буквально такое белое пятно проложить да чтобы где-то и мягкие были переходы а где-то вот ну может быть чуть-чуть пожестче это все вот допускается итак переходим непосредственно к написанию отражения в воде для этого берем мастихин рыбка да и сейчас сосредоточим внимание на отражение чуть-чуть вот я опять же взял немножко краски на мастихин вот чуть-чуть красный добавил вот ну тут немножко цвет будет отличаться не такой активный как в воде ставим мастихин то есть примерно вот у нас здесь вот и вот такое вот движение снизу вверх да вот буквально вот и сюда вот дальше опять же я вижу небольшое отражение у нас следующего строения то есть вот здесь вот опять же где-то вот мы задаем просто пятна вот далее теневая часть у нас и идет посмотрите внимательно да тут не нужно конкретизировать тут постарайтесь чтобы отражение соответствовало тому что вы видите да при том что мы понимаем что где-то там и списывается где-то немножко вот переход такой совершается небольшой цветовой тональный вот сейчас это и нужно нам посоздавать да сделать такой вот небольшой переход где-то я вот вижу и красненький чуть-чуть можно добавить опять же не увлекайтесь пусть ну движение будут вот но какие-то у вас вот даже где-то размытые где-то вот такие вот списанные это хорошо да это хорошо вот дальше опять же рассуждаем здесь у нас отражение в воде дерево здесь у нас кустов на вот таким прямо движением мы делаем создаем вот очень такой красивый нежный цвет чуть-чуть вот цвет вот так вот заходит вот сюда вот списываем его чуть-чуть ближе сюда вот 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 то есть это в воду тоже отражение нужно писать и в общем-то не боятся этого делать вот от дома здесь вот здесь опять же у нас избушка вот мы ее здесь показываем отражение ее в воде вот так вот часто вытирайте кисть потому что мастихины это очень важно там вот опять деревья отражаются в воде здесь чуть-чуть покажем вот то есть дадим возможность зрителю увидеть понять что здесь тоже что-то у нас есть и какие-то отражения у нас присутствуют следующий элемент и мы сейчас попытаемся создать очень интересный такой вот переход мастихином вот посмотрите внимательно кстати на воде есть небольшая рябь да но прежде чем мы ее создадим около как раз таки насаждение еще сделаем здесь перила для этого нам понадобится оранжевый цвет вот они у нас здесь такие светлые вот как раз очень красиво вот здесь вот забор можно подписать берем оранжевый цвет чуть-чуть смешиваем с белилами и чуть-чуть можно добавить кадмио оранжевый цвет вот опять же перемешиваем это все можно чуть-чуть английскую красную добавить чуть-чуть буквально и вот у нас получился цвет такой немножко рыжий светло-рыжий берем мастихин и показываем здесь у нас чуть-чуть желтый как раз перила идут забор вот где-то темнее где-то светлее затем здесь сосредотачивается угол можно кстати вот развернуть вот так вот угол показываем вот при том что посмотрите внимательно я постоянно намешиваю разнообразный цвет для того чтобы конечно когда вы пишете например там даже те же самые доски пусть у вас ну разнообразные движения будут не одинаковые и вот спуск к воде да у нас идет раз сюда вот чуть-чуть потом мы добавим еще дополнительные можно кстати вот здесь вот сразу же добавить теплицу вот 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 крыша теплицы чуть-чуть на спуск как раз будет идти уже теневая часть вот вот полностью ее не нужно прорисовывать достаточно вот показать только лишь часть фрагмент чтобы понять что это вот ну такая теплица да на огороде опять же доски опять же доски жерди вот где-то вот насаждение кусты да все это вот здесь вот можете смело показывать да вот или прописывать да где-то можно вот смотрите вот вдоль дороги идет вот тропинка такая даже фиолетовая красная с оранжевым да перемешана тоже можно ее внести в рисунок все это можно порисовать и так чуть-чуть вот сейчас как раз у нас теплица появилась тоже мы ее включим в рисунок да в отражение вот и так следующий элемент который я бы вам хотел показать это конечно вот та небольшая тина которая лежит на воде да создается она следующим образом то есть берется желтый цвет перемешивается с белилами вот и чуть-чуть вот буквально вот здесь вот с краешку да мы наблюдаем как раз вот этот светлый зеленый переход светлый зеленый переход вот сейчас нам надо его и как раз создать чуть-чуть зеленый цвет вот вот немножко так вот у берега чуть-чуть вот мы наблюдаем да вот такой вот небольшой переход вот 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 опять же вот сейчас очень хорошо усилилась отражение в воде вот это очень хорошо можно как раз его и тронуть подписать смотрите и окна здесь хорошо отражаться сейчас будут все это тоже можно писать показать вот где-то вот так вот можно списывать чуть-чуть и где-то обобщать и где-то дополнять все это возможно вот и так следующий элемент который я хотел бы добавить да это конечно вот чем я говорю небольшая такая вот тина да или можно еще добавить небольшой такой воздух у нас идет и немножко такую вот рябь создает то есть вот так вот аккуратненько можно вот посмотрите приложите создать и очень интересный красивый вот тончайший вот этот переход вот тут по воде где-то особенно вот здесь можно вот аккуратно такие вот переходы красивые вот как бы чуть-чуть вот прикладывая да то есть создаем вот интересный вот такую рябь на воде и и не обязательно везде делать вот только где-то чуть-чуть вот вот и сейчас мы попробуем уже создавать вот здесь вот буквально вот зеленые такие вот интересные переходы вот можно здесь вот как раз вот прикладывать до создавать такую фактурность смотрите внимательно вот и очень красиво смешивается с водой перемешивается особенно вот на переднем плане здесь где-то можно вот таким образом обобщать то есть на передний план вытаскивать необходимые части такая вот такая вот текстура или мы ее можем назвать вот можно здесь взять наверное чуть-чуть пошире мастихин да и чуть-чуть опять же желтый и вот добавить вот такие движения посмотрите вот очень красиво где-то опять же прерываться где-то обобщать где-то вот уводить да где-то списывать а где-то вот посмотрите внимательно можно даже вот такой вот трюк проделать вот отсюда ставим и вот так вот раз движение сюда движение здесь сюда движение то есть постараться может быть не дробить какие-то вот может быть пятна да посоздавать какие-то вот интересные переходы вот цвета особенно на переднем плане можно вот здесь вот и подчеркнуть до зарос 6 буквально вот прямо очень хорошо где-то и фактура нам помогает посмотрите таким вот еле касанием очень интересно да происходит эти нам как здорово все это вот отображается и где-то вот там на дальнем плане тоже вот у нас чуть-чуть можно показать есть тоже такие вот интересные элементы элементы чуть-чуть чуть-чуть вот буквально полностью вам не советую переходить ну как говорится вот где-то там зелень до чуть-чуть полностью полностью не советую закрашивать да то есть там ставить где-то воздух да а вот на переднем плане да можно чуть-чуть где-то вот прям вот погуще где-то слои да вот разнести вот где-то вот где-то можно вот вот чуть-чуть веточку проложить да то есть где-то вот показать и может быть здесь где-то вот да не большие такие вот переходы да растений вот коряк да то есть где-то может быть и из воды вот где-то высовывается да то есть все это можно вот как раз подчеркнуть тоже и задействовать в нашем рисунке посмотрите да где-то можно и вот показать здесь и травку да вот 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 завершая рисунок да можно что-то какие-то элементы да вытащить на передний план да то есть показать что вы может быть берега да что-то пишите да и вот вот тут вот очень красиво вот как раз какой-то можно бережочек показать небольшой да вот списать вот здесь опять же коряка какая-то вот торчит да все это можно опять же включить в рисунок да вот и так здесь вот тоже можем мы да какие-то вот к это деревья сухостой у воды да вот тоже можем вот как это такая вот фактурность вот буквально вот прикладывая да то есть вот мастихин где-то уже где-то побольше да мы делаем нажим нажим ну и можно маленькой кистью пройтись показать столбы да вот вот завершая наш сегодняшний вот пейзаж да можно включить вот здесь дополнительные детали да как это провода различные да которые ведут да свет в деревню то есть это все тоже можно выключить дополнительно в пейзаж опять же не увлекаться где-то вот ну столбами да пусть в общем то они остаются но где-то вот включить дополнительно такой живой элемент и может быть это и интересно вот а а а а а а а то м это вот кусты насаждение все это тоже можно частично показать а берега да тоже это достаточно интересный элемент Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте мы... Немножко разверну камеру... Вот такой вот у нас результат интересный получился. Надеюсь, что когда вы будете писать подобные мотивы, вам эта информация поможет, потому что я сегодня показал, как пишут мастихинам такие интересные сюжеты, как деревенский пейзаж с отражением в воде, с добавлением рисунка, строений, неба. Вот, посмотрите, какой очень красочный сюжет получился. Вот, всем желаю творческих успехов. Кому понравилась информация, ставьте лайки, задавайте вопросы. И до новых встреч. Пока-пока. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok